Друзья, приветствую! Один из зрителей прислал образцы масел Shell и Motul. Значит, из разных автомобилей. В данном видео я покажу вам масло Shell из Kia Rio. Ну и в следующем, в одном из следующих видео покажу вам Motul из Skoda. Так, это у нас Shell Helix Ultra EKT, масло на GTL, 530 C3 из Kia Rio X-Line 2020 года. Мотор 1,6, 123 л.с., объем масляной системы 3,3 л.с., общий пробег автомобиля 52300 км, пробег на масле 7600 км, используемое топливо АИ-95. К сожалению, средней скорости моточасов нет, поэтому придется ориентироваться только исключительно на скорости. Других данных нет. Кстати, владельца я тоже не смог идентифицировать столько у меня сообщений и писем, что я вроде с ним недавно переписывался, а имя вспомнить не смог, не нашел, пару часов потратил. Так, первым делом я проверяю, естественно, оригинальность масла и сравниваю вот с эталоном, который у меня в базе прибора есть. И совпадение, посмотрите, Shell Helix Ultra EKT с таким же маслом 99,53%. Следующий пункт T-Boil Diamond ECP, совпадение отличается на 0,01%, но я знаю, что оба этих масла сделаны на пакете Infinium 6080, а это пакет с Volkswagen 504, 507. Очень крепкое масло, очень крепкий допуск. Вот. Ну и обратите внимание, да, еще Lookoil Geneser Martech German Car тоже похоже на Infinium. Не сильно отличается. Так, ну давайте посмотрим данные по свежему целу, который прибор намерил. Вот подписано, значит, окисление нитрования. Обратите внимание и запомните цифры 6,6,4 примерно, 5,3. Это важно, я в конце укажу. Видно, что эстеров нету. Значит, противоизносных присадок 1,12, хороший уровень. Ну это 504,507, 94% от талона. Фенольных антиокислительных 0,04, ну скорее погрешность. А минных 0,81, 100% с оригиналом совпадения. Так, щелочное 6,79 и кислотное 1,5. Ну, напомню, щелочное, это ГОС для отработки, он дает некоторое занижение значений. Так, следующий важный параметр, это вязкость при 100, 11,55. Значит, это полностью соответствует третьему маслу. Тут вопросов никаких нет. В оригинальности, повторюсь, вопросов нет. Следующие данные, это уже по отработке. Вот видите, также шел Хеликс Ультра, значит, Кеорио Икс, 7600 километров. По версии прибора 0,79% бензина. И вот внимательно обратите внимание на окисление. Окисление нарастает сильнее, чем нитрование. Это может говорить о том, что бедная смесь. Высокая температура, не хватает топлива. Так, противоизносных присадок 0,92, 77% остаток от свежего. Ну, по фенольным понятно, значит, 0,07, но это погрешность, он оценивает от свежего. Аминные полностью сработались. Значит, щелочной 1,91 и кислотная 3,22. Ну, видим тоже, что масло уже полностью приехало, ниже лимитов. И немного просела вязкость, 1,08. Ничего критического, масло осталось в допуске. Ну, небольшой просадка есть. Но, учитывая, что топливо, в общем-то, вопросов здесь не возникает. Ну, есть 0,02% сажи. Тоже нормально. Может быть, холодные запуски, какие-то неоптимальные режимы. Так, ну и давайте посмотрим прогноз. Мне показалось, кислотные высоковато. И поэтому я использовал методику американской лаборатории Polaris, которая позволяет оценивать без кислотного. И вот такие значения у меня получились. Что было, что стало. И прогноз практически 6900 километров. Но самое главное, обратите внимание на нижнюю полоску. Бедная и богатая смесь. То есть, здесь видно, что окисление значительно сильнее нарастает. Лимиты по окислению и нитрованию одинаковые, предельные. Но здесь окисление сильнее нарастает, чем нитрование. Это может говорить о том, что смесь забедненная. Где-то не хватает топлива. Много кислорода, не хватает топлива. Из-за этого повышенная температура, я считаю. Из-за этого масло вот так быстро деградировало. Плюс, значит, картер 3.3 всего. Ну и еще один фактор, что это все-таки C3. Оно хоть и крепкое, но все-таки не такой объем там у него присадок, который нейтрализует кислоты, как в полнозольнике. Вот все вкупе сыграло вот такую роль, на мой взгляд. Вот такой, можно сказать, невысокий прогноз. Небольшой прогноз по маслу. Что можно посоветовать? Я бы, честно говоря, на месте владельца обратил внимание, почему, значит, так происходит, почему бедит смесь. Здесь причины могут быть. Значит, датчик массового расхода воздуха. Какие-то данные, ну, неверные дает. Вот, значит, лямбды, которые контролируют этот. Ну, хотя, по большому счету, и там, и там может быть подсос после датчика расходов воздуха. То есть, какой-то есть непосчитанный воздух, который попадает. Хотя, по большому счету, лямбды должны этот момент регулировать уже, ну, на выходе смесь. Ну, не знаю, может быть, лямбды все-таки подшаливают в каких-то диапазонах. Ну, вот, по крайней мере, по анализу видно, что, значит, скорее всего, если бы не было такого окисления и температуры, скорее всего, разжижение даже было бы сильнее, на мой взгляд. Вот. Все-таки, мне кажется, надо посмотреть, что с мотором, и тогда, я думаю, что прогноз будет поинтереснее значительно. Вот. Масло качественно, на хорошем пакете. Вот. Не должно быть такого. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот. Такой получился тест. Благодарю владельца, приславшего данные образцы. Благодарю всех, кто посмотрел данное видео. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Пока.